Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас новая серия на проекте Amazon Freeplay. Сегодня будет интересное, может быть даже грустное видео, потому что я все-таки продал свою транспортную компанию, но продал ее необычно, поэтому советую вам в серию все-таки посмотреть, потому что там произошел интересный обмен, я думаю, так еще никто не делал, поэтому советую вам реально посмотреть. Давайте постараемся на этом видео набрать 300 лайков, я вам буду очень сильно благодарен, тем более у меня для вас есть как бы еще видосики, поэтому чем быстрее вы наберете здесь много лайков, тем быстрее выйдет новая серия, не менее интересная, чем эта. Покажите хороший актив, и серия выйдет как бы скоро. Вписывайтесь на канал, кто не подписан, не забывайте введите мой промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гейм, на пятом уровне вы получите 50 тысяч, на десятом уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом серии, мазинку или плей. Желаю всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Ой, пацаны, конечно, сложная ситуация, думаю, вы вообще не понимаете, зачем это делаю, но просто меня компания уже достала, заместители как бы не работают, и прибыли нету в компании, поэтому я принял решение продать 5 Магнумов и сделать обмен на Магнум с третьим чипом, плюс доплата 30 миллионов. Я считаю, что это будет выгодно, потому что, пацаны, я уже компанию пытаюсь продать второй день. Сначала я продавал за 150 миллионов, потом за 130, и никто ее покупать не хочет. То есть сейчас транспортная компания не актуальна, потому что она в день несет там максимум 500 тысяч. Если ей хорошо заниматься, то она будет и 2 миллиона нести. Но все равно 200 тысяч уходит на Магнумы на оплату, и 50 тысяч уходит как бы на оплату вообще самой компании. Поэтому сейчас при вас я буду продавать 5 Магнумов, именно столько я хочу продать, именно Магнумы покупные, Магнумы с рулетки я оставлю. Поэтому сейчас при вас это все буду делать. Пишут все меню, автопарк, вот получается первый Магнум. Уже дороги назад нету, пацаны, я уже принял решение, то что все, я продаю. Потому что мне эта компания уже надоела, у меня нету времени заниматься и желания тоже нету. Я перед тем, как покупал общую компанию, у меня все отговаривали, что это вообще хуйня, не покупай. Я честно пожарил то, что купил транспортную компанию, чтобы вы понимали, я купил ее за 180 лямов. Тогда было там 4 Магнума, по-моему, или 5. И вложил еще потом 20 лямов, купил Магнум и улучшение. Заработал я с нее где-то 0 лямов 40, наверное, максимум. Это за 3 месяца сколько она у меня, или 4 месяца, я точно не помню. Все, продаем, короче, Магнумы, 5 штук. Фух, конечно, пацаны, сложно это все делать. Так, второй Магнум тоже я продал. Так, автопарк, следующий Магнум тоже продаем. 12 миллионов, все, 3 Магнума я продал. Так, автопарк, все, 4 Магнум. И получается, сейчас последний Магнум я продаю. По-моему, вот этот был купленный. Да, все, его тоже продаю. И на счету компании, получается, у нас 60 миллионов, которые я сниму. И сейчас, получается, я заберу Магнум, стейдж 3 и заберу еще 3 слямов в обмен на вот эту компанию. Мне, честно, жалко ее продавать. На самом деле, очень жалко. Ну ладно уже, я принял решение, я уже продал Магнумы. Назад дороги нет. Поэтому сейчас я поеду в Нотариус, заберу Магнум и уже продам компанию, наконец-то. Потому что мне она уже не нужна. Я лучше куплю себе бизнес, либо просто буду деньги держать и все. Все, пацаны, вот этот Магнум получается. Аму 3 семерки, номера. Ну, номера, в принципе, похуй. Вот этот замечательный Магнум, который будет у меня. Но, скорее всего, продам, как бы, за 70 лямов. Вот, стейдж 3, номера, сигнализация, антирадар, баг стоит. Целка хреновая, но это я подчиню. Сейчас он мне передает Магнум, и я потом ему продаю компанию за 30 миллионов. В принципе, все заебись. Как бы, в итоге сумма получается примерно 160 миллионов. Я в любом случае в минусе. В любом случае, потому что я купил ее за 180. Вложил 20 миллионов. Так, вот он мне Магнум за 1 рубль кидает. Так, все, давайте срештаем, сделаем. Так, и теперь я ему продаю компанию за 30 миллионов. Так, продажа транспортной компании. 363 ID, 30 миллионов. Так, вот, да. Тридцаточка вроде бы. Комиссия 750. Ну, ладно, это уже на себя возьму. Продаем компанию за 30 миллионов, пацаны. Все, я продал. Как бы, Коби, я давно знаю, это хороший пацанчик. Я с ним, как бы, по дискорду часто общаюсь. Поэтому, ему было не жалко продать. Как бы, да, я в минусы шел. Но я все равно заработал с компанией, там, лямов 40, это 100%. Еду, короче, продавать вот эту машинку. Просто я на ней не езжу, как бы. Да, это пиздатая машина, лампа, на именных номерах. Ну, как бы, мне она не нужна, я на ней не езжу. Мне сейчас нужны деньги, я хочу купить какой-то бизнес. Поэтому сейчас за 25 лямов отдаю лампу. Да, это дешево. Просто продаю своим, по дешману. Как бы, я считаю то, что это нормально. Ей цена вообще 30 лямов. Это, как минимум. Поэтому, сейчас я Глебчику продам. Так, продажа транспорта 156,25 миллионов. Так, да, комиссия 50 тысяч. Все, продаем 25 лямов. Привет, здорово, я в видосе. Да, ты в видосе. Как вы увидели, я продал транспортную компанию. Теперь давайте я расскажу, зачем я это сделал. Чтобы вы понимали, как бы, что я ее не просто так продал. Во-первых, люди вообще очень обленились и не хотят работать. На протяжении, наверное, трех дней люди вообще не работали. Я захожу в игру, смотрю цифинт, и там 15 человек в сети, но никто не работает. Как бы, я считаю то, что это ненормально. То есть, люди не хотят уже работать, им дальнобойщики надоели. То есть, сейчас содержать компанию вообще нету никакого смысла. И это вообще не прибыльно. Я, слава богу, продал свою транспортную компанию. Но пацанчик, который у меня ее купил, он уже ее продает. Потому что он понимает то, что оно ему нахер не надо. Вот, можете даже объявить, то, что он ее продает. Много кто сейчас продает транспортную компанию, потому что они понимают то, что это вообще не выгодно. Это нафиг не надо. Даже Дэн Моррисон, как бы, он ее тоже продает уже несколько дней. Он тоже изначально продавал там за 150, сейчас он ее продает за 90. То есть, как бы, люди не хотят покупать даже за небольшую сумму денег компанию. Я вот продавал компанию свою за 130 миллионов. У меня 10 магнумов было. И никто не хотел покупать, хотя это очень дешево для компании. Как бы, раньше цены совсем другие были, и люди покупали. Сейчас же финка в компании очень маленькая. Я, честно, не жалею то, что я продал. Я давно хотел ее продать. Я ее продавал в течение трех дней. Я не мог ее вообще никак продать. Я продавал за 200, за 150 лямов, за 130. И никто вообще не хотел покупать. Даже практически никто не интересовался. Поэтому, я очень доволен то, что я продал компанию. Никому не советую покупать, серьезно. Если у вас много свободного времени, можете покупать. Если вам не важна прибыль компании, можете покупать. Если у вас там, блядь, дохерища денег просто, и вам некуда их тратить, то можете купить компанию числе души, как бы, покатать и так далее. Ну, как бы, людей принимать, типа, вот это все полная хрень. Заместителем быть это вообще неблагодарное дело, поэтому, пацаны, не покупайте транспортную компанию. Я в свое время сделал ошибку, купил эту компанию за 180 лямов, выложил еще двадцаточку, и ушел, как бы, в минус. В любом случае. Поэтому, никому не советую покупать. Я уже купил себе бизнес. Об этом вы узнаете чуть позже. Будет отдельное видео. Поэтому ждите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. ПОЛИТЕЛЬНЫЙ 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 П